Появляется представитель Азербайджана, Первис Абдулаев. Это очень опытный спортсмен, который прошел огонь, воду, медные трубы. Все горнила известные, боксировал со многими известнейшими и сильнейшими оппонентами. Ему 32 года, представляет команду Габала. Профессиональный рекорд 46 побед, 21 нокаутом, 6 поражений. Весовая категория, как я уже сказал, 77 килограммов, рост 1,76 сантиметров, он из Баку. Двукратный чемпион мира по версии Вака, чемпион мира по версии R1. Двукратный чемпион Азербайджана по ушу Саньда. После окончания учебы и службы в армии посвятил полностью себя кикбоксингу. В 2010 году признавался одним из лучших спортсменов своей страны. Также состоит в кикбоксерском клубе Кобра. Между прочим, сотрудник МЧС Азербайджана. Первиз Абдулаев занимается спортом с 11 лет. Много различных боевых единоборств он сменил, пока не остановился на кикбоксинге. Ислам Байбатыров! Ну а вот соперник Парриза Абдулаева, российский боец из Ченской Республики. Ислам Байбатыров. Очень классный мастер, знаю его достаточно давно. Множество раз скомментировал его поединки. Ну и в том числе лично знаком с этим великолепным спортсменом. У Ислама 6 побед. Из этих 6 побед 5 одержано нокаутами. И одно поражение в Суэшнабсе. При этом 0 начальных результатов. 33 года Исламу. 77 килограммов весовой дивизион. Его 180 сантиметров рост. Ну и при этом он представляет клуб Беркут. Ченская Республика. Республика Толстойюрк, город Россия. Он тренируется под руководством Ибрагима Шагиреева. Он является мастером спорта по кикбоксингу. Бронзовым призером чемпионата России. А также первенства России среди молодежи. В том числе он был бронзовым призером Кубка России по кикбоксу. Раздела Ки-1 2014 года, который проходил в Грозу. 6 wins, 21 by knockout, and 6 losses. 2 times WAKO champion, R1 world champion, RCC world champion. Ladies and gentlemen, he's fighting for Kabbala team. From Baku, Azerbaijan. And now presenting his opponent, into the black corner. Age 33, weighing 70 kilograms. Height, 1.80 meters. Heavy the personal record of 6 wins. 5 by knockout, 1 loss. Specializing in kickboxing, fighting for Burkroot Fighting Club. Ladies and gentlemen, make some noise. It's coming from Russia to... Islam! Boy! Bakiro! Ladies and gentlemen, this is a 3 by 3 minute round on the 77 kilogram title fight. Once again, referee in the ring, Михаил Митаки. Так, все готово к началу этого противостояния. Как вы слышали, бой за поезд, но почему-то регламент 3 по 3. Fight! Почему я так сказал? Да потому что сейчас и в кикбоксинге тоже прослеживается тенденция, что титульные поединки проходят по регламенту 5 раундов по 3 минуты. Но вот здесь решили сделать... Нет, все-таки 5, да. Смотрите, графика нас возвращает к суровой действительности. Но это великолепно. 5 раундов из хрометного кикбоксинга мы с вами посмотрим. Мы слышим, что серьезная группа поддержки у Парвиза Абдулаева. И, кстати, с точки зрения профессионального опыта, конечно, Парвиз здесь выглядит небольшим фаворитом, потому что он провел в 8 раз больше боев, нежели соперник. Да, Ислам Байбатыров при этом отмечается и в предыдущих поединках такой нокаутирующей мощью, которая исходит от этого спортсмена. Сейчас как он заряжает плотно с левой руки, из левши. В чем он меняет стоки? Он может равноценно работать как и в правосторонней, так и в левосторонней позиции. Плотно бьет с рук. Хорошая школа бокса у Ислама Байбатырова. При этом мощные очень лоу-кики. Хорошо здесь Парвиз контратаковал соперника после небольшого подхвата ноги. Удар с разворота достаточно быстро, но он занимался ушу саньда, а там удар с разворота в части. И причем техника ушу саньда, она применима, как вы понимаете, не только в кикбоксинге, но и в ММА. Да, мы знаем одного из ярких представителей подобного. Это Забит Магамед Шарипов. Да, совершенно точно. Уже уверенная звезда в Северной Америке и в Лиге UFC. Это событие совсем другого рода. А вот сейчас возвращаемся в поединку. И здесь было несколько очень серьезных обменов любезностями. Да, Парвиз Абдулаев вроде бы изначально пошел вперед, но мы видим, что Ислам Байбатыров не отдает инициативу. Хороший удар по корпусу и колено. Левый сбоку встречает, а при этом два жестких, плотных удара по туловищу отправляет Ислам Байбатыров. Очень плотный поединок, и это только лишь первый раунд, а всего пять. То есть мы должны быть полностью уверены, и самое главное, спортсмены уверены в том, что они способны выдерживать заданный темп. Да, действительно, но я ожидал именно такого боя, потому что знаю давно этих бойцов, но в том числе сообщу для уважаемой аудитории, что Парвиз Абдулаев очень ярко выступал, в том числе и в Голландии. И, оу, левый сбоку от Парвиза, какой тяжеленный сейчас удар пропускает Ислам Байбатыров. Навстречу причем. Еще один левый боковой заходит у азербайджанского сбоку. Третий раз. Да, есть там дыра. Справа у Ислама Байбатырова, надо бы ее залатать, иначе будут проблемы. Да, третий удар подряд точно левый боковой попадает Парвиз Абдулаев, буквально в коротких эпизодах. Сейчас попадает дважды справа Абдулаев. И по туловищу попадает Парвиз ногой справа, прям под руки заходит его удар. Продолжение следует... Итак, дорогие друзья, интереснейший поединок, очень интригующий Ислам Байбатыров против Парвиза Абдулаева. Бой за звание чемпиона организации ACB-KB в рамках турнира под номером 15. Должение спорта Динамо в Крылатском. Смотрим. Парвиз Абдулаев очень немалое время прожил в Голландии, в городе Зевенберхене, в клубе у Дениса Краула. И он являлся основополагающим спарринг-партнером для Альберта Крауса, очень известного чемпиона. В прошлом, напомню, Альберт был первым чемпионом мира K1 World Max. В истории, да, этого легендарного соревнования. Ислам попадает левой по печени, с левой руки апперкотом. Здорово. Посмотрим, что он сможет противопоставить левому боковому Парвиз Абдулаеву. Смотрите, что действует параллельская подсечка такая, подсечка лоу-кик. Наверное, так это можно охарактеризовать. И отвечает Ислам все время. Отвечает жестко также и плотно с рук. Прихватывает ногу соперника Парвиз Абдулаев. И, конечно, реферит тут же вмешивается и говорит о том, что в следующий раз будут более суровые санкции в случае нарушения. Хороший лоу-кик уже не первый раз. Справа действует точно сейчас Парвиз Абдулаев. В средней дистанции запускает удар в собственной манере. Он такой перекрытый, этот боец. Плотно стоит в стойке. И защита его достаточно однообразная. Но при этом не так много он чистых ударов пропускает за счет подобной защиты. Да, защита однообразная, но при этом эффективная. Снова очень хорошая комбинация в исполнении Парвиза. Сейчас, знаете, два точных удара от Ислама. И один, по-моему, удар настолько сильно пришелся цель, что зацепил Парвиз. И Парвиз, по-моему, чуть-чуть на кости станет Гроги. Есть такое ощущение, потому что ноги немножко загуляли у Парвиза Абдулаева. И самое главное, что Ислам Байбатыров заделал вот эту дыру справа. Левый боковой у Парвиза перестал проходить. Вертушка в исполнении Парвиза Абдулаева. Не докрутил это раз. А вот здесь здорово опять в контратаке, в классической. После лоу-кика сразу на одной ноге ловит соперника Парвиза Абдулаев. Серия в исполнении Ислама Байбатырова, который тоже чуть-чуть начинает подседать. Но уже нет тех скоростных качеств, которые необходимо просто показывать для того, чтобы результативно попадать по своему оппоненту. Все-таки скорости очень важны. Поменял свой коп. Между тем, Ислам Байбатыров работает справосторонне. И, кстати, заходят удары у него. Да, здесь скорости сильно очень потерял как раз Ислам Байбатыров. Но это и объяснимо. Очень серьезный темп эти спортсмены взяли друг с другом в начале еще первого раунда. Да, и мы это отмечали. И два подряд лоу-кика. Подсаживается сейчас Парвиз. Совершенно верно. Деважный пропускает тяжело под внешнюю часть бедра правой ноги. Двуглавая мышца сейчас пострадала напрямую от очень сокрушительных ударов с левого лоу-кика от Байбатырова. Оу, сейчас отвечает Парвиз Абдулаев правым хай-киком. Он попадает, он навстречу по своему оппоненту. Ну и Байбатыров при этом ни в коем случае не останавливается на достигнутом. Хотя и сейчас был пропущен ударом и идет вперед. И забирает, по-моему, этот раунд в свою пользу. Он был более результативен, нежели его оппонент. Да, очень плотный раунд, а ведь еще боксировать цельных три. Интересно, как смогут они это сделать. Кстати, что хотелось бы сказать еще в отношении Парвиза Абдулаева. Он много где боксировал, мы это отмечали. Он боксировал и в Китае. Он, между прочим, был бойцом организации Глори. Это считается крупнейшей организацией, если не самая крупная на текущий момент. Но, разумеется, турнир ACB кикбоксерский, он стремительно приближается к этой самой организации. И хочется верить, что в конечном счете сравняется и перегонит. Тем более, что в этой организации нашей уже российской организации ICB кикбоксинг подразделения есть вот такие два специалиста, как Денис Крауэлл и Сламбек Израилов, которые очень грамотно интегрированы из промоушена Глори, о котором вы сейчас, Роман, сказали. Потому что они очень плотно сотрудничали с Глори не только своими собственными бойцами, но и знанием дел. Да, так и мало того, в организации сего мероприятия тоже принимали участие специалисты, которые раньше сотрудничали с Глори. В том числе. Третий раунд между тем стартовал. И опять-таки очень плотная работа с обеих сторон. Такие бои, они не могут не нравиться зрителям. И не только тем, которые сейчас присутствуют в Динамо Крылатском, но и тем зрителям уже телевизионным, которые прильнули к своим собственным экранам и смотрят сейчас прямую трансляцию на канала Холдинга Мать. Снова поменял стойку Ислам Байбатыров. Работает он в левше. Пытается правильно закручивать, заходя за переднюю ногу своему оппоненту. Но обратите внимание, первым сделал из этих двух бойцов Ислам Байбатыров движение чуть назад и в сторону. Он является первым для того, чтобы растянуть эту дистанцию. Все-таки он понимает, и в том числе угловые, я думаю, сказали, что плотный бой, он всегда будет на стороне Парвиза в том смысле, что это его излюбленная манера. Да, это его стезиан, это его хлеб, его вотчина. Смотрите, сейчас в отсутствии скоростей и мощи Ислам все равно ни в коем случае, естественно, не сдается, а продолжает, собственно, уже контр-атаку. Сейчас эта контр-атака превращается в затяжную уже атаку, и точное попадание не одно было у Ислама Байбатырова. Да, причем отмечаем его очень хорошую плотную работу в бедро. С одной ноги сдвоенные стройные удары, и он отбивает бедро своему сопернику Парвизу. Это явно не нравится. Что мне нравится у Ислама, он работает по этажам, его атаки разнообразные, и точки подобных попаданий, они как раз очень действительно дифференцированы. Ой-ой-ой, удар с разворота. Причем, я не знаю, целил в бедро своему сопернику Ислам Байбатыров, потому что такие удары есть, они применимы и в каратэ, в том числе, но вот сейчас, по-моему... Ну, подобный удар также и применимы в кикбоксинге, его называют в простонародье хвост дракона. Кстати, несколько спортсменов я могу вспомнить из сборной команды России. Например, Олег Марочкин по версии ВАКа. Он использовал этот удар на переносных миров среди молодежи. Но он, естественно, направлен не в паховую область. Конечно, а в бедро, разумеется. 50 секунд до завершения третьего раунда этого глотного боя. На встречу попадает Парвиз Абдулаев, оказывается на конвасе Ислам Байбатыров. Разумеется, никакого нокдауна здесь нет и в помине. Продолжается плотная работа Парвиз правой боковой, тут же встреча отличная. А Ислам готовит на встречу левой рукой свой удар жесткий. А сейчас попытался он спиннинг-раунд кик. Это самая вертушка в исполнении Ислама и впадение. Открывается счет. Но падение было разве от удара? Просто очень сильно потерял функции. Очень сильно устал Ислам, и поэтому он не реагирует никаким образом на вот это, собственно, техническое действие, которое привело к его падению. Это не было удара. Посмотрите, как болтает Ислама Байбатырова. А вот Парвиз сейчас этой вертушкой уже в ответ. Знаете, это потеря. Ислам Байбатыров пошел. Потеря сил настолько явная, что Ислам не мог продолжать даже поедино. Да, и вот сейчас, на самом деле, повезут. Зло Исламу Байбатырову в какой-то степени, что Парвиз... И смотрите, что Парвиз делает. Парвиз кричит своему секунданту, чтобы он дал в том числе стул, чтобы быстрее сесть. Парвиз также невероятно устал, но более устал, конечно, его оппонент Ислам Байбатыров. Устал, я думаю, здесь не совсем даже корректное слово. Он измотан, он просто изможден. Парвиз заканчивается, друзья, к сожалению. Вот мы видим, кстати, на наших экранах главу Ингушетии, герой России. Вы знаете, здесь реакция какая-то... Реакция вообще на недовольство и она, конечно, на эмоции. Да, но и здесь неподдельная радость от завоевания пояса. Очень престижная организация ACB. Парвиз Абдулаев, большущий молодец, сделал свою работу. Измотал соперника настолько, что тот не смог выйти на четвертый раунд. Но, опять же, Максим, мы с вами говорим о том плотность боя, которая была задана с самого начала. Вот этот темп высочайший. Мы вместе с вами сразу же отметили еще в начале первого раунда, конечно, вот эту плотность, которую взяли, собственно, два бойца, исполнять буквально в первых секунд первого раунда. Это практически бывает сверх редко. И вот не хватило, не хватило функций таких серьезных, фундаментальных для Ислама Байбадырова, прежде всего, для того, чтобы этот поединок уже завершать в собственную пользу. Ну, и мы видели реакцию команды Парвиза Абдулаева. Они выиграли, как будто сейчас, наверное, самый решающий бой в своей Корее. Да, и Парвиз благодарит руководство Лиги Исибири. Спасибо всем всем за поддержку меня. Берюсь и спасибо вам. Очень мужественно сражался Ислам Байбадыров, превозмогая все сложности и трудности, но все... ...за поддержки у меня. Берюсь и спасибо. Очень мужественно сражался Ислам Байбадыров, превозмогая все сложности и трудности, но все... ...мог выйти на четвертый раунд. Но, опять же, Максим, мы с вами говорим о том плотность боя, которая была задана с самого начала. Вот этот темп высочайший. Мы вместе с вами сразу же отметили еще в начале первого раунда, конечно, вот эту плотность, которую взяли, собственно, два бойца. Исполнять буквально в первых секунд первого раунда. Это практически бывает сверх редко, и вот не хватило, не хватило функций таких серьезных, фундаментальных для Ислама Байбадырова, прежде всего, для того, чтобы этот поединок уже завершать в собственную пользу. Ну, и мы видели реакцию команды Парвиза Абдулаева. Они выиграли как будто сейчас, наверное, самый решающий бой в своей Корее. Спасибо, Сибири! Да, и Парвиз благодарит руководство Лиги Сибири. Спасибо всем всем! За поддержку меня! Берюсь и спасибо! Очень мужественно сражался Ислам Байбадыров, превозмогая все сложности и трудности, но все-таки вот... Роман, а вы помните, вот я высказал мысль во время еще поединка, что, ну, это манера Парвиза Абдулаева, плотный бой и ближняя-середняя дистанция. Кто его, кто спортсмена знает, тот готов, наверное, подтвердить эти слова. Конечно. И Ислам почувствовал первое, и в том числе, я высказывал эту мысль, что у главы ему он понял, что он не тянет. Да, слишком высокий темп, слишком большая плотность боя, и там, наверное, как вы правильно сказали, надо было разрывать дистанцию, побольше обыгрывать. Но не получилось, а получилось у Парвиза. Причем Ислам это может делать, я знаю этого бойца, но в этом случае ему не удалось продемонстрировать подобное. Парвиз Абдулаев по прозвищу Кобра одерживает победу в этом поединке, и очень достойная реакция его оппонента Ислама Байбатырова, бойца из клуба Беркут. Он признает победителей, естественно. Но я уверен, будет просить руководства однажды, не обязательно, что это в ближайшее время произойдет, о возможном матче реванш. Еще раз хотелось бы поздравить Парвиза Абдулаева. Очень большая победа. Их у него предостаточно, но вот это, я думаю, будет стоять особняком. Да, и вся команда, наверное, Денис и Краула, и Сланбек израилов, и в том числе Лимма, очень известный бывший боец, сейчас парень-партнер Парвиза Абдулаева, и Альберт Краус, который сейчас в этот момент, пока мы здесь с вами, Роман, в останки накомментируем, этот турнир, он комментирует, находясь у ринга Динамо Крылацк. Кстати, и Ислам Байбатыров тоже получил свою порцию аплодисментов за мужество, тоже у него. Ну и напомню, в некоторых эпизодах он был намного лучше, чем победителя в сегодняшнем бою Парвиз Абдулаев, и перебивал, и даже один раз настолько настигал на Абдулаева, что зацепил ту самую гугловую мышцу в внешней части бедра Парвиза, где Парвиз даже подсаживался, и показывал всей своей собственной игре массы, что боль он испытывал невероятно. Да, но все-таки Парвиз все вытерпел и одержал победу. В игре все решает счет.